здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о семенах весна мы закупаем семена скоро будем высевать и вот многие наши дачники уже слышали о таком приеме что семена перед посевом замачивают что это дает в чем преимущество этого способа подготовки семян потому что семена попадая в воду они быстро набухают и конечно гораздо быстрее всходят чем будучи посеянные в почву потому что почва будет пересушенная почва может быть сухая почва может быть перевлажненная а в воде семена быстро набухают и примерно урожай получается на неделю раньше чем при обычном сроке посева это раз но исходы же появляются на неделю раньше ну когда мы говорим замачивание семян многие представляют что беру беру воду и вот набираем воду в эту воду бросаем семена и они у нас будут набухать ну набухать это то есть увеличивается в объеме вот когда мы замечаем весь объеме наш мы их можем высевать ну здесь отчасти тоже есть такие интересные моменты что семена можно замачивать не только в воде водопроводной который у нас кранов течет их можно замачивать в талой воде то есть растопили снег растопили лед взяли довели до температуры примерно 18-25 градусов и замачиваем семена это действует как живая вода на многие семена даже лежалые далее семена можно замачивать также молоке молоке семена замачивают какие семена семейства сельдерейные то есть морковь петрушка пастернак почему эти семена замачивают молоке потому что молоко забирают эфирные масла с этих семян и семена после обработки в молоке сходят гораздо гораздо быстрее далее эти же семена сельдерейные можно замачивать даже бензине насыпаем семена заливаем бензином выдержка 10 минут всего лишь много не держим мы после оттуда стоим семена бензин быстро испарается соответственно забирают все вещества которые тормозили прорастание с собой в атмосферу забрал все семена высева и этажа морковка тоже петрушка тот же пастернак сельдерей они сходят так ну словно бы их там ничего не препятствовало уже на пятый день появляются дружные всходы поэтому этот способ тоже имеет право жить но давайте будем разбираться по парадочку ну замачивание семян мы возьмем замачивание семян потому что по молоке экспозиции выдержки от 12 до 20 часов бензин я уже сказал 10 минут всего лишь в воде в воде разные семена требует разного количества замачивания то есть времени но если вот вы заморчите например фасоль тоже фасоль это бобовая культура вы заметили семена очень быстро набухают быстро набухают и есть их передать воде они просто-напросто потом разваливаются наполовину поэтому выдержка для семян бобовых культур соответственно составляет не более 12 часов 12 часов для этой группы культур совершенно достаточно ну более длинное замачивание до полутора суток могут выдержать тыквенные культуры арбузы дыни огурцы после этого срока их тоже не стоит больше передерживать почему потому что начинают загнивать семидоли и ваш эффект от замачивания семян превращаться в антиэффект в антиэффект что семена теряют скорость но дольше всех конечно можно держать при замачивании это семена растений гречишные тоже сам щавель ревень вот и также семена семейства поселенных это томаты перцы баклажаны эти семена замачивают обычно как бы на можно на двое двое с половиной суток но тут есть такая тонкость что семена надо не просто если гомкость высыпать семена засыпали там семена и пусть они плавают объем воды берутся в два раза больше объема семян поэтому конечно производить лучше не в стакане а в какой-то тарелочке в такой вот емкости более широкой чем стакан потому что тут можно контролировать уровень воды контролируем уровень воды то есть сильно мы не на не заливаем почему потому что если мы заливаем семена сильно водой но они погибают от недостатка кислорода воздух через воду проходит слабо конечно можно подключить домашний компрессор чтобы он гонял тогда семена будет получать воздух и можно держать и дольше три дня даже четыре дня можно держать если к семенам будет поступать кислородом ну далее семена значит замачивать вопрос опять же если семена необработанные чем-то и не болт или обработанная можно и замачивать все необработать семена сто процентов замачиваются но и обработанные семена тоже можно замачивать тоже можно замачивать но для того чтобы мы смыть этот правитель семени �ah экспозиция то есть время выдерейки где-то колеблется в пределах одного часа теплень popular статус замочили и после этого мы семена дальше начинаем проращивать. А проращиваем мы дальше на салфетке, на влажной мешковине, может на любом подручном материале. Проращиваем ложный подручный материал, полиэтильная пленка, создавая определенные температурные условия, мы будем проращивать семена. Ну, смотрите, тоже очень интересный такой момент еще, что все хладостойкие культуры, например, та же капуста, редиска, их можно намачивать, но им вода необходима где-то 18-20 градусов, то есть прохладная вода, вода, которая в какой-то температуре смело подойдет для замачивания этих семян. А вот для семян теплолюбивых культур, тех же огурцов, перцев, баклажан, помидор и прочих, что необходимо? Вода необходима более теплая, 23-25 градусов, она должна быть подогретая, только в этом случае будет эффект. Так что запомнили, что по семенам самое главное соблюдать температурные режимы, самое главное не заливать семена. Ну и что происходит при замачивании семян? При замачивании семян вымывают вещества, которые тормозят прорастание. Ну, мы можем заметить, даже по той же капусте, она когда побудет в воде, вода становится коричневой. Это вымылись ингибиторы прорастания семян. Поэтому семена, как правило, через 6 часов мы промываем и заливаем новой порцией воды, если мы замочили на 12 часов. Но если выдержка меньше, значит точно так же мы быстрее их меняем в воду. Но воду необходимо менять, потому что, во-первых, добавляя новую воду, мы даем приток новой порции воздуха, чтобы положительно отзываться на наших семенах. Ну и далее, что еще есть, что мы меняем воду, мы вымываем вещества, которые ингибиторы прорастания. Потому что, получается, они у нас растворились в воде, мы эти семена держим, держим, и семянышка, хочешь не хочешь, опять этот ингибитор выпитывает себя. Вот в чем смысл, что семена, меняется вода, и семена необходимо промывать при замачивании. Ну, конечно, наши многие огородники к замачиванию семян подходят творчески. Семена замачивают не только в воде, даже и той талой воде, которая действует как живая вода, она живет даже старая лежала семена. Ну, они берут воду, добавляют различные вещества. Так вот, по действию на семена, эти вещества можно подразделить на три группы. Ну, одни вещества, это дезинфекторы семян, что производит дезинфекция семян, то есть обеззараживание. Для обеззараживания семян что обычно используется? Хлоргексидин, перекись водорода, это же та же самая любимая наша марганцовка, светло-розовый раствор, это дезинфекция семян. Следующее такое направление, что обогащение семян питательными веществами. Ну, тут спектр, конечно, очень широкий. Это и бурная кислота, и опять же та же марганцовка, и медный купорос, и различные, и молибдены, и кобальты, и различные. Ну, продаются в продаже смеси, где все эти микроэлементы есть как бы в наличии. Ну, так вот, знайте, что доза внесения таких микроэлементов очень маленькая, 2 грамма на 10 литров воды. То есть, внести эти микроэлементы на литр воды, это значит взять их просто-напросто на кончике ножа. Взяли сёппинку водичку, на кончике ножа бросили микроэлементы, растворили, и семена выдерживаем. Ну, и семена в питательных растворах мы выдерживаем не более 24 часов. 26 часа – это максимум, больше нельзя. Но после этого семена необходимо промыть. Почему? Потому что эти соли, которые всех микроэлементов будут оставаться на поверхности семян, они потом просто-напросто будут подсушивать наши семена. Поэтому промываем. То, что семяночка впитало, это хорошо, остальное мы излишек смываем, промывая наши семена. Ну, и следующее направление, конечно, для ускорения, для того, чтобы наши семена развивали хорошую корневую систему, это называется гармонизация. То есть насыщение семян стимуляторами. Ну, кажется, стимулятору что? Выступает гетрооксин, 0,005 на 1 литр воды концентрация. Вот тот же самый эпин, новосил, там каплями, буквально капли добавляем, для того, чтобы наши семена насытились микроэлементами. Все это способствует чему? Что наши семена сыщаются, соответственно, потом лучше развиваться корневая система, они лучше растут. Ну, этот вопрос вы уяснили, что практически все овощные семена можно замачивать. А почему практически? Ведь и в садоводстве, и в овощеводстве, и в цветоводстве есть семена, которые нельзя замачивать. Категорически их не замачивают. Что же это за семена? Ну, во-первых, необходимо отнести это мелкие семена. Ну, понятие мелкие семена в овощеводстве и цветоводстве несколько различается. В овощеводстве к мелким семенам относятся те, в одном грамме которых содержится где-то более одной тысячи штук семян. Ну, ученые скрупулезно посчитали. Оказалось, что такое количество семян есть у щавеля, есть у эстрагона, есть у картофеля. Вот эти семена как бы очень-очень миленькие. Ну, в цветоводстве там градация немного другая. В цветоводстве есть семена мельчайшие. В одном грамме 25 тысяч штук. Представьте, какое количество. Это мельчайшие семена будут у каких культур? Это бегония, это айератум, это лабелия. Вот почему эти культуры как бы рано высевают, что у них мельчайшие семена. Дальше в цветоводстве есть такое понятие мелкие семена. Так вот, мелкими семенами уже в цветоводстве будут считаться те семена, в одном грамме которых содержится не менее пяти тысяч штук. Это будут те же колокольчики, петуни, львиный зев, кларки, ну и рад других культур. Вот. Ну, почему не замачиваем мелкие и мельчайшие семена? Потому что эти семена настолько мелкие по размерам, что замоченные мы их просто не будем иметь возможность высевать как бы более-менее равномерно. Их высеваем только сухими. Это раз. Вот эти семена, как бы они высеются поверхностно. Раз они высеваются поверхностно, значит любое опрыскивание, биологически так заложено, что в любом опрыскивании семена будут поглощать воду. Они поглощают прекрасно воду и в то же время остаются на своих местах. Их даже часто эти семена высевают по снегу. Ну, чтобы было более заметно, их высевают под снегу или смешивают смелым, чтобы они были заметны на поверхности земли. Но на этом сюрпризы также еще не кончаются. Не кончаются сюрпризы на этом. Вот, да. Ну, еще, кстати, один нюанс кем-то и поскочил. Шильдерей. Можно ли замачивать шильдерей, которые мелкие семена? Ну, в многих книгах все-таки советуются, я тоже это понял, семена надо замачивать. Шильдерея семена замачиваем на сутки, замочили, после этого подсушим высеваем. Вот в шильдерея это может быть естественные семена мы замачивать мелкие не будем. Ну, дальше есть, конечно, группа растений, потому что растения как бы индивидуальные и не похожие. Есть группа растений, которые категорически нельзя замачивать. Почему? Потому что в этих семян значит при замачивании образуется слизь. Слизь типа желе. И вот такое желе просто-напросто склеивает, выделяется эту слизь, склеиваются наши семена и мы никогда не будем иметь хороших посевов. В смысле? Мы не сможем равномерно распределить семена. Эти культуры высеваются только в сухом виде семена. Ни в коем случае они не замачиваются. Что ж это за культуры? Ну, во-первых, с этих культур я хотел бы обратить ваше внимание на его цедонию. Красивый кустарник или дерево, можно сказать, до трех метров высоты с крупными плодами. Так вот, его семена категорически нельзя замачивать, потому что, я говорил, они ослезняются, их посеять очень трудно. Ну, также к такими культурами еще относятся декоративные культуры, такие две. Это сальвия и это статица. Эти семена тоже высеваем только в сухом виде. Посели, заделали почвой, после этого поливаем. В никаком случае мы их не замачиваем. Ну, точно так же, что, как бы, если чуть-чуть пераскакивая, про беззараживание семена я сказал, я назвал вам препараты хлоргексидины, там, и перкиси водорода для беззараживания. Можно применять различные антибиотики, тоже и фурцелин, и йод можно применять. Ну, как бы, спектр очень широкий. Но точно так же семена можно замачивать и вот в этих биологических препаратах с одной палочки триходерни. Это также будет положительно влиять на наши семена. Это идет обеззараживание семян и прорастает, и когда семена немножко будут прорастать, эти микроэближеские препараты будут очищать почвенную зону, вот, корневую, от патогенных микроорганизмов, от возбудителей болезней. Поэтому возьмите тоже это на вооружение. Если вы будете учтете все, что я вам рассказал, все эти нюансы по замачиванию семян, значит, вы будете иметь хорошие результаты и посев семян превратится для вас в увлекательное занятие. А купить семена, о которых я сегодня рассказал, а также многие другие, можно в нашем магазине, который находится по адресу улица Кирова, дом 3, в городе Минске. Там большой выбор и семян, средств защиты, а также средств по уходу за растениями. Приглашаем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok